Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте предложить вашему вниманию материалом моего доклада. Дмитрий Владимирович Бубрих, помним и чтим к 130-летию со дня рождения. Наступило время очередного юбилея, связанного с именем члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Дмитрия Владимировича Бубриха. За последние полвека многое написано о жизни и научной деятельности этого необыкновенно одаренного человека. В центре внимания исследователей научное наследие ученого, ведется поиск его неопубликованных трудов, не ослабевает интересы к личности Дмитрия Владимировича Бубриха, появляются новые публикации, в основе которых материал архивных документов и иных источников. Мой доклад основан на материале писем Дмитрия Владимировича Бубриха, датируемых в сентябрю 1911 марта 1912 года и переданных его родственниками более полутора десятков лет назад Леониду Ивановичу Сувеженко, в то время заведующему кафедрой финно-угорской филологии СПБГУ. Позднее Леонид Иванович отдал папку с письмами мне, и я не сразу решилась прочесть их, а тем более рассказать об их содержании, поскольку такой материал требует исключительно тактичного отношения. Учитывать не только орфографические нормы, актуальные для того времени, но и особенности почерка Дмитрия Владимировича Бубриха, который писал, что никто, как правило, не понимает его почерк, из-за чего даже в университете часто неправильно пишут его фамилию. В письмах представлен очень большой 425 страниц и разнообразный по содержанию материал. Они касаются прежде всего личных взаимоотношений студента третьего курса славяно-русского отделения СПБГУ Дмитрия Владимировича Бубриха, которому на тот момент исполнился 21 год, и его невесты, 19-летней Марии Федоровны Сафоновой, ставшей вскоре его женой. В это время отец, мать и младший брат Дмитрия Владимировича, Лев, живут в Риге. Там же живет и уже работает машинисткой, как пишет Дмитрий Владимирович на пишущей машине, на центральной почте и барышне, в которую Дмитрий Владимирович Бубрих страстно влюбился, и сердце которой, как свидетельствуют письма, ему было очень непросто завоевать, поскольку она была очень хороша собой, пользовалась успехом на балах, была умна и обладала жестким характером. В этот период Дмитрий Владимирович учился в Санкт-Петербурге и снимал вместе с младшим братом Николаем, тоже студентом университета, комнату на Васильевском острове. Роман с Марией Федоровной развивался столь стремительно, что венчание состоялось уже 1 апреля 1912 года, для чего молодому человеку пришлось преодолеть немало препятствий. Нелегко было получить согласие родителей и преуспеть в учебе. Непростым было и его материальное положение. Юноша, строя планы на будущее в письмах невесте, неоднократно подчеркивает, что сначала они будут жить бедно, им придется нелегко. Как показывают письма, этот период сыграл очень важную роль в дальнейшей судьбе и в становлении личности будущего ученого. По содержанию письма очень разнообразны. Здесь идет речь о жизни простых петербуржцев, о беспорядках в университете и об их причинах, о повседневном быте студентов, об их взаимоотношениях с преподавателями и друг с другом, об алах, о культурной жизни столицы и даже имеются очень точные сведения о погоде. Очевидно, что в рамках небольшого доклада не представляется возможным рассказать обо всем. Поэтому мы сосредоточим свое внимание на тех фрагментах писем, которые имеют непосредственное отношение к их автору. Как жил и чем занимался, кроме учебы, петербургский студент Дмитрий Владимирович Бубрик? Как и всякий молодой человек, он ходил в кинематограф. С братом Колей, так он его называет в письмах, часто танцевал на балах и вечерах в университете, в женском педагогическом институте, у студентов-медиков. Его внимание привлекали барышни, молоденькие курсистки, медички. Нередко ему приходилось подежурить ночью, чтобы достать билеты у Мариинского театра, например, чтобы послушать Шаляпина. Каждое воскресенье он ходил с братом к бабушке и там с удовольствием и подолгу играл на рояле. Обратите внимание, существительное женского рода. А его брат, обладавший хорошим голосом, много пел. Все это не мешало Дмитрию Владимировичу очень успешно учиться и добиться стипендии, что было в то время непросто. Каждый день утром он занимался, в частности самостоятельно учил санскрит, которым очень увлекался. После 11-12 часов и до 8 часов вечера с перерывом на обед занимался филологической читальнией. По собственной инициативе он записался и был принят в философский семинарий, который вел известный в то время философ профессор Гведенский и который он усердно посещал каждую субботу с 8 до 10 часов вечера, а иногда задерживался там допоздна. Самое большое внимание в этот период будущий лингвист уделял именно философии. Планировал стать философом и даже был принят в философское общество Санкт-Петербурга, что для студента было редкостью. Как свидетельствует письма, он был занят также еще двумя просиминариями, один из которых по древнерусскому языку. Именно в это время, а точнее в феврале 1912 года, незадолго до отъезда Дмитрия Владимировича в Ригу на свадьбу, на него обращает серьезное внимание Алексей Александрович Шахмат. Дмитрий Владимирович принимает решение досрочно написать сочинение по древнерусскому языку Шахматова и таким образом несколько облегчить себе жизнь, поскольку профессор не требовал от студентов больших сочинений. В последнем письме перед отъездом в Ригу Дмитрий Владимирович Бубрих не без гордости упоминает о том, что его работа по древнерусскому языку «Славянские племена Восточной Европы в IX веке» оказалась самой удачной из всех представленных. Причем профессор, совершенно очевидно, что это был Шахматов, целых две лекции, уделил ее анализу. Перед отъездом также состоялся обстоятельный разговор с профессором о планах на будущее. Видимо, этот эпизод и положил начало развитию взаимоотношений между Шахматовым и Бубрихом. Как свидетельствуют дальнейшие события, родители молодого студента напрасно опасались, что столь ранний брак помешает его учебе и карьере. Как раз наоборот. Невеста, а в дальнейшем жена Мария Федоровна, обладала многими качествами, которых не хватало Дмитрию Владимировичу по его собственному признанию и сыграла очень большую роль в его жизни, он сразу увидел в ней не только красавицу, за которой ухаживали многие, но и умного человека с твердым характером и практическим взглядом на жизнь. В этом отношении вероятно уместно будет вспомнить о том, что великие люди часто и во многом своими успехами обязаны в том числе и женам. Почти обо всем Дмитрий Владимирович писал с юмором. Чувство юмора не изменило ему, даже когда его брат Николай был наказан за участие в студенческой сходке двухмесячным тюремным арестом, но без исключения из университета. Пытаясь успокоить маму, Дмитрий Владимирович просит невесту сказать ей, что ничего страшного в этом не видит, поскольку учебники передавать в тюрьму разрешается, а более удобного места для подготовки к экзаменам просто нет. В это время Дмитрий Владимирович к сожалению уже цаядлый курильщик, стремясь хотя бы в шутку оправдать эту вредную привычку. Он пишет невесте, что когда не курил, то мог выучить в день 40 страниц, а курение позволяет ему выучить 80 страниц. И вообще, папироса помогает ему во всех случаях жизни успокоиться, согреться, не уснуть во время чтения ночью. Между тем, в письмах он часто жалуется и на головную боль. Интересно также, что одинаково с юмором Дмитрий Владимирович пишет и о полицейских, заполнивших университет во время февральских волнений, и об участниках беспорядков. Бунтари у него не вызывают симпатии. Например, обитателей тюрьмы, где отбывает наказание брат, он называет презрительно арестантиками. А в письме к невесте он выражает надежду на то, что она не станет революционеркой и не будет посылать его на подвиг. Из этого видно отношение Дмитрия Владимировича Бобриха к участию в революционном движении. Готовясь вступить в брак, Дмитрий Владимирович строит планы на будущее. Ему предстоит еще полтора года учиться и отбывать воинскую повинность 8 месяцев. Дальше он планирует сразу приступить к преподавательской деятельности, сдать магистрские экзамены, защитить магистрскую диссертацию, а через год и докторскую, после чего продолжить карьеру преподавателя, писать научные статьи и готовиться стать профессором. Таким образом, он надеялся поправить и материальное положение, поскольку преподаватель со степенью, по его словам, неплохо зарабатывал и мог надеяться на более выгодное место. Как мы знаем, приблизительно так все и произошло. Однако этот процесс занял гораздо больше времени, так что магистрские экзамены Дмитрий Владимирович сдал только в 1920 году и после этого смог приступить к преподавательской деятельности в педагогическом институте имени Герцена и Петроградском университете. Что же не позволило претворить в жизнь планы в первоначально предполагаемые сроки? Препятствием этому послужил целый ряд событий. В 1913 году умирает отец Дмитрий Владимирович. В 1914 начинается Первая мировая война. В 1917 разразилась Октябрьская революция. За ней начинается Гражданская война. В 1918 году умирает мама Дмитрия Владимировича. А в 1920 году не стала и шахматовой. Время, в которое происходила переписка между Дмитрием Владимировичем Бубрихом и его невестой, обозначена четко и охватывает очень небольшой период. По сути дела несколько месяцев. Сентябрь 1911 Март 1912 года. Поскольку письма Дмитрий Владимирович писал очень часто, а начиная с конца декабря 1911 года почти каждый день, подробно рассказывая о том, как протекала его жизнь, они представляют собой исключительно богатый источник самых разнообразных сведений. Мы имеем уникальную возможность, читая письма, практически прожить вместе с их автором этот период его жизни. Он был страстно влюблен, а убедившись в ответных чувствах Марии Федоровны безмерно счастлив и полон надежд на лучшее, несмотря на непростое материальное положение. В дальнейшем он перевыполнил свои планы, став не только профессором, но и членом корреспондентов Академии наук СССР, основоположником научного направления финноугроведения в Советском Союзе. Научное наследие Дмитрия Владимировича Бубриха огромно, однако собрано и опубликовано не все, и с уверенностью можно сказать, что этот талантливый, разносторонне одаренный и рано ушедший из жизни ученый мог бы создать еще много полезного и интересного, если бы ему позволили спокойно работать. В заключении хотелось бы подчеркнуть, что обаяние личности Дмитрия Владимировича Бубриха испытали на себе не только те, кто его знал, но, несомненно, ощущают и все, кто хоть немного познакомился с его биографией, а потому последнее слово о нем еще не сказано. . . . . . . . . Продолжение следует...